Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. Сегодня мы начинаем изучать вторую книгу Пятикнижья Маше, которая называется «Книга Шмот». Я хочу немножко вспомнить, как бы подвести итог первой книги, которая называется «Берейшит», или как греки перевели ее «Бытие», «Бытие моё житие». И о чем была у нас первая книга, там рассказывалось о этапе творения, как Всевышний творил небо, как Всевышний творил землю, как Всевышний творил все вот это мироздание, в котором мы живем. И эта книга нам объясняет, почему я должен уповать на Бога, почему я должен жить по Его законам. Именно слово «должен». Люди не очень любят такое слово, но «должен», потому что Бог творец. И первая книга четко об этом рассказывает. Он создал все законы, Он создал все смыслы, Он создал тело человека, душу человека, наполнил своими смыслами, содержанием полностью то, что мы называем «жизнь». И поэтому я должен прислушиваться к Его мнению, изучать Его волю и жить согласно Его воле. Следующий момент, что еще много говорится в книге «Бырышит», это о построении семьи, о тонкостях в отношениях. И изучая все это, мы можем понимать мудрость Всевышнего, тонкости всякие. Вот, например, последние главы очень полны всякими деликатными тонкостями. Но немножко вспомним, чем заканчивается книга «Бырышит». Вот, как мы говорили, «хэппи-энд». Да, внешний аспект мы видим, что и жил Яков последние 17 лет, как говорится, удовлетворенный жизнью. Но он, хотя он жил и в Египте, и наши мудрецы задают вопрос, как это праведник Израиля, и лучшие годы он провел в Египте. И мы говорили, почему. Потому что перед тем, как переселиться в Египет, он послал своего сына Ягуду, который образовал там такую духовную школу, по-еврейски называется Ешива, чтобы дети, чтобы все подрастающее поколение, чтобы все евреи могли изучать Тору. То, что было на тот момент, те знания, которые передавали еще послепотопное поколение, а именно Шем, Эвер, это дети Ноаха. И все это евреи изучали. И благодаря этому, даже в Египте, они смогли остаться праведными людьми. Они могли не только выжить, но и жить достойно и хорошо, потому что Бог благословлял такой образ жизни. Когда люди живут по воле Бога. Мы видели, как он увидел не только детей своих, которые приняли вот это жить по традиции отцов, жить с верой во Всевышнего. Но даже внуков праведных увидел Яков, которым дал свое благословение. И мы говорили, что он дал благословение Минаше и Ефраиму. Помните, он поменял руки. То есть вместо правой руки положить на Минаше, он положил на Ефраима. Мы в прошлой главе это изучали, но немножко вспомним, что здесь выражается как бы два вида служения. Минаше олицетворяет такой вид служения Богу, когда надо просто оградить себя от чужого влияния. От чужого влияния, от дурного влияния, от безбожного влияния. Вот в Египте, там где все безбожники, а твоя семья хочет жить по принципам веры во Всевышнего. И для этого нужны особенные тонкости, особенная стойкость. И как раз этому были научены, потому что кому-нибудь, как Якову, было хорошо известно, как выжить среди Лавана 20 лет, как уйти от Эсава, как победить шхемцев. Кому еще было об этом меньше известно, как Шему, который выжил вообще до потопа, передал свои знания, вот эту традицию, передал знания Авраму, Ицхаку, Якову. Яков передал своим сыновьям, своим внукам. И поэтому даже в Египте, даже среди всей вот этой нечистоты, можно было выжить. Но оказывается, Тора нам показывает, что просто выжить, вот это то, что олицетворяет служение Минаше, это только часть идеи, это только временная идея, когда нет возможности распространяться, развиваться. Да, еврейский народ часто жил в таких условиях, в разных странах, в разные времена, вот особенно последнее время, то, что называется Холокост, там было время недовлияния. Но надо было как-то выжить, надо было сохранить веру, надо было воспитать своих детей, передать им знания, традицию. И это все есть сила на этого еврейского народа. И история показывает, что все эти принципы, они работают до сих пор. Следующий вид служения, это Ефраем. Это когда человек не только выжил, но он начинает влиять на мир вокруг себя. На сегодня часто люди стесняются, они скрывают, что они верующие. Они считают, что верующим надо быть тихонечко дома, чтобы никто не видел, чтобы на работе не знали, чтобы на улице не знали. Я тихонечко верю сам в себе. Это тоже один из форматов служения, но есть формат, который более ощутимый, более угодный Всевышнему, что когда есть возможность влиять вокруг себя, влиять на мир вокруг себя, то это, конечно, да, надо делать. Поэтому меняются разные времена, поэтому оба эти вида служения, они правильные, они так или иначе бывают в жизни каждого человека. Человек начинает с одного этапа, потом переходит к другому этапу. Ну и то, что мы сейчас назвали, как бы общая картинка, да, народ в Египте, народ выжил, народ сохранил веру, народ начал размножаться. Мы видим более тонкие такие семейные аспекты, тоже хочется об этом немножко сказать. Вот наша последняя глава была насыщена такими внутренними моментами семейными, которые, ну, практически бывают в каждой семье. В каждой семье есть какие-то тонкости между родителями, между нас, когда наследство надо получить, когда несколько детей, какие-то внутренние вот эти отношения, трения, да, и тут надо очень деликатно себя вести. И есть несколько таких интересных примеров, которых мы вспомним перед тем, как перейти к книге Шмот. Вот в прошлой нашей главе, например, всегда задают вопрос, люди, которые впервые сталкиваются вот с комментариями, задают вопрос, ну, как это так? Йосиф столько лет в Египте, а от Египта до его папы там рукой подать. Несколько дней пути. И даже когда он стал уже, он не пытался сделать это, когда он был в тюрьме, хотя как-то можно записочку какую-то передать. Всегда это было. В тюрьме всегда передают какие-то записочки с каким-то караваном. Или хотя бы было бы написано, что он хотел это сделать. Нигде никогда не написано. Но даже когда он стал крупным чиновником, у него в распоряжении и армия, и колесницы, и он тоже не передал папе никакую весточку. И объясняют наши мудрецы, почему. Есть такой комментарий, что когда были сны, когда были сны, первый сон был про снопы, про братьев. А второй сон был, когда и луна, и звезды поклонятся ему. И тогда папа вступился перед братьями, он выступил и сказал, что это за сны тебе, неужели мы с матерью тоже тебе придем поклонимся. И потом же папа послал Иосифа искать там, где братья находятся, в пустыню, в сложное путешествие. Объясняют нам комментарии, что Иосиф подозревал, что папа был заодно с братьями. И когда он об этом узнал, что папа таки не был никогда с братьями, вот как раз в прошлой главе, когда Игуда подступил к Иосифу, и они разговаривают, и он ему говорит, что там папа переживает, он переживает смерть одного сына. И прямо вот это через много лет Иосиф узнал, что оказывается папа не был заодно с братьями и никогда ничего плохого против него не замышлял. И тогда мудрецы задают другой вопрос и показывают нам ситуацию, насколько Иосиф был деликатный в своей семье, что даже когда уже папа поселился в Египте, объясняют нам комментаторы, что он старался избегать такого личного уединения с ним. Он не взял его жить к себе, он сам редко бывал у него дома, он жил далеко от Якова, всегда прикрывался своими делами, что он занят руководством страны. Я объясняю, что он специально избегал таких близких отношений, почему? Потому что он не хотел, чтобы Яков узнал о вот этом всем, что сделали братья. Он был настолько деликатен, что не хотел настолько расстроить отца, чтобы отец вот такой вот узнал. Представьте, отец так никогда и не узнал, что сделали братья. Представляете? Почему? Потому что Иосиф вот скрывал такие вот маленькие тонкости. Потом мы видим тоже такие щепетильные моменты, очень хороший урок отсюда мы можем вынести. Как бывает, часто человек что-то себе додумает, что-то придумает, обидится. И пока это не вскроется, пока он не вынесет эту информацию наружу, так люди и живут в обидах. Близкие, сестры, братья, долгие годы обижаются друг на друга и не могут вскрыть это, не могут поговорить об этом открыто. И вот последний диалог, когда Иосиф дает клятву Якову, чтобы вынести, когда Яков умрет. И там наши мудрецы объясняют еще один комментарий. Мы рассматривали несколько комментариев, но это такое деликатное, внутреннее семейное отношение. Почему нужна была клятва? Ведь Иосиф внутри себя, он обижался, что его маму не похоронили в гробнице. Первую жену Лею Яков похоронил в гробнице, там, где все лежали праотцы. А Иосифа маму, Рахель, когда она умерла, он похоронил при дороге. И Иосиф где-то внутри обижался, у него было свое понимание, он себе сам придумал, почему так обижался на отца. И отец тоже, понимая это, вот в последнее время, он взял с него клятву и объяснил ему, почему. Потому что Рахель сама решила быть похоронена там при дороге, потому что она была женщина пророческого склада. А мы с вами говорили, что могила праведников, она имела особенное отношение, это как портал для молитвы к Богу. И она была похоронена в том месте, где в будущем, в будущем, когда еврейский народ попадет в плен, их будут везти в вавилонское изгнание, они будут проходить этой дорогой мимо вот этой могилы Рахели. Там так и в пророках сказано, что Рахель плачет за детей своих, то есть она становится ходатая перед Всевышнего. И когда они шли, проходили мимо этой молитвы, мимо этой могилы, они там молились Богу, они укрепились, и поэтому им было гораздо легче выдержать вот эти тяжелые обстоятельства, этот плен. То есть такие тонкие моменты. Есть какие-то тонкости, когда человек не может это сам понять, то надо всегда поговорить об этом, открыть отношения. И вот это то, чему нас учит книга Берейшит. И мы можем сделать вообще вывод такой, изучая все вот эти тонкости, подробности, что семья это вообще особенное явление. Так же? Это особенное явление. Если ты там поссорился с кем-то посторонним человеком, ты можешь уйти от него, не общаться с ним. Как-то так. Вычеркнуть его из списка друзей в Фейсбуке. Сегодня такая есть кара. Да. Да. Вот. Но чтобы вот так вот жить с Богом, сохранить мир в доме, чтобы достаток был, и так далее, то на самом деле не очень легко. Чтобы создать полноценную семью, чтобы вот так, как вот произошло у Якова, после всех передряг, после всех трудностей, и концовка, и жил Яков, с удовольствием, увидев результаты своего труда над семьей, вот этих всех тонкостей, всех взаимоотношений, всех терпений. И значит, есть хэппи-энд. Для чего все это нам? Потому что мы понимаем, что это, ну, пример. У нас есть вот все эти комментарии Торы. У нас есть мудрость Всевышнего. Есть его пример, как вести в семье, как мириться, как ссориться, как относиться друг к другу. Да. И более того, когда мы все это изучаем, когда мы всего это изучаем, а это же Тора Всевышнего, она подключена к небесам, она подключена к силе небес, то у человека появляются душевные силы, вот все это проходить, эту мудрость применять в своей собственной жизни. И чем больше человек это изучает, он пропитывает этой мудростью, и сила Всевышнего помогает ему все это делать. Потому что на самом деле построить нормальную здоровую семью, это очень нелегко. Я даже не знаю, задачи сложнее. Вот мне кажется, деньги заработать проще, там, ученым стать, науки выучить. Это тоже труд большой, но это проще. А вот создать семью, чтобы сохранить отношения с женой, чтобы именно это были отношения, а не существования. Чтобы воспитать детей, чтобы с ними построить тоже отношения, а не просто существования. И чтобы вся семья была с Богом. А еще если есть и достаток, а еще если есть какое-то влияние на окружающих людей, на мир, какую-то пользу все приносят, то это большое благословение. И когда у нас есть какой-то пример, какой-то, ну, как говорится, маячок, куда идти, то даже ты понимаешь, чего ты хочешь, и какие молитвы совершать, и как тебе все это постараться обустраивать. Ну, и мы переходим к книге «Шмот». Мы начинаем сегодня вторую книгу Торы. Хочу напомнить, что есть пять книжек Торы, то, что называется «Письменная Тора», пять книжек, которые передал, ну, записал Маше со слов Всевышнего. Четыре книги, как говорят намудрецы, он писал прямо со слов Всевышнего, а пятую книгу, которую так и назвали, греки назвали ее «Второзаконие», то есть от слова «Перевторить». Всевышний сказал ее от себя, ой, Маше сказал ее от себя, но Всевышний посмотрел и сказал, здесь все, что он написал, это все мое слово, все правильно, и поэтому пять книжек Торы есть. И вот мы сегодня начинаем вторую, которая называется «Шмот». Слово «Шмот» по-еврейски переводится как «Имена». И она начинается с того, как семья Якова, 70 человек, количество, там все имена перечислены, перерастает в народ. То есть 70 человек приходят в Египет, потому что настал голод в стране, где они жили, и они, как пришельцы, приходят в Египет, а там уже их родственник Йосиф, занимают большое положение, он им помогает, обеспечивает им будущее, они строят там свою духовную школу, и начинается вот эта вот жизнь, и мы видим, что народ размножается до трех миллионов человек. То есть если книга Берайши давала нам знания о том, как построить семью, что такое семья, то вторая книга Тора, она уже рассказывает о народе. И есть немножко разница отношения в семье, и отношения с народом, когда большое количество людей, мы знаем, что когда выходили они из Египта, то их было 3 миллиона человек. То есть за 210 лет из 70 человек народ размножился до 3 миллионов. Сработало то благословение Бога, Он сказал, вы будете размножены, плодитесь, вы размножитесь, так оно и получилось, мы видим все, что Всевышний обещал, так оно и есть. И вот тут надо заметить интересный момент. Есть же греческие названия книг, и вот греки назвали вторую книгу не имена, а исход. Ну, кто Библию читал, вы знаете, да, есть книга такая, исход. И здесь есть интересный момент. Ну, почему так назвали? Потому что греки делали акцент именно вот на выходе из египетского рабства. И целая концепция есть. Да, это может каждый человек себе. Мы сегодня об этом поговорим, как это, ну, с человеческой точки зрения, что такое рабство, что такое выйти из рабства. Сегодня как раз это тема нашего разговора. Но греки именно на этом делали акцент. И поэтому назвали книгу «Исход». Но наши мудрецы объясняют, ведь исход из Египта это только первая точка, и она не является самой главной. Потому что избавиться от рабства это только первая точка. Ведь Всевышний не сказал, что вы избавитесь от рабства, я вас выведу из Египта, а дальше разбегайтесь и делая то, что хочет, бежи, кто куда хочет. Ведь нет же. Он сказал, вы выйдете из Египта, а цель какая? Я приведу вас на гору, и там вы совершите мне служение. Какое служение там произошло? Дарование Торы. И поэтому в нашей книге «Шмот» есть три важных момента. И мы вот всю книгу будем эти три момента разбирать. Первое – это исход из Египта, выход из Египта, выход из египетского рабства. Следующий важнейший момент – это получение Торы Всевышнего на горе Синай, или, как его еще называют, Синайского откровения. И следующий момент – это построение храма. Построение храма, который потом был главным, можно сказать, местом в той новой земле, куда Всевышний переместил вчерашних рабов. Он дал еврейскому народу свою землю, и храм стал там главным порталом, как мы видели, как Яков когда-то, да, переночевал на этом месте, видел видение там, лестницу, достигавшую до небес. И когда он проснулся, что он сказал? Он говорит, страшно это место, здесь будет дом Всевышнего, потому что здесь врата небес. Что такое врата небес? Это портал. Портал там, где раскрывается божественное присутствие. И этот портал сегодня, хоть от него и осталась сегодня одна стеночка, скажем так, но портал до сих пор существует на этом месте, туда приезжают люди со всего мира молиться, люди разных национальностей, разных социальных происхождений, туда приезжают и президенты стран, и простые люди, и военные, и спортсмены, все, 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 почему, что там действительно находится портал небес, а почему? Потому что Всевышний так решил. И на том месте был построен храм. То есть, конечно, здесь есть бездна мудрости, очень много для нас, чего здесь раскрывается, каких знаний. И мы потихоньку будем с вами продвигаться по капельке, каждую еженедельную главу, будем познавать что-то новое. Но сегодня мы как раз разберем с вами первый этап и проведем такую ассоциацию безнациональных признаков. Вот очень важно понять, что Тора это не просто историческая книга, да, и когда мы читаем про еврейский народ, надо научиться разделять, где это как исторический факт, потому что действительно это исторический факт, подтвержденный археологами, раскопками, и всем на свете, что было египетское рабство, что был исход, что была гора Сина, и все это на самом деле было. Но каждый человек может сказать, ну а мне какой от этого интерес? История есть, история, а мы знаем, что Тора это книга архетипов, да, и в ней каждый человек находит руководство для себя и прямо сегодня. Потому что душа человеческая, она у всех одинаковая, желания и потребности у людей практически у всех тоже одинаковые. Можно даже очень просто сделать тестирование, вот уже доказали психологи, какие потребности у человека. В принципе, три потребности есть у каждого человека. Они просто выглядят немножко по-разному, но три потребности есть у каждого. Если человек задумается, может просто человек никогда об этом не задумывался, то человеку хочется безопасности, человеку хочется наслаждений, человеку хочется реализовать себя. Вот три потребности это то, что требуется человеку. И если добавить четвертый момент, это святость, то, что называется в иудаизме святость. Это не значит, что человек идеальный, а святость это отделить себя от зла. Святость слово переводится как отделенный. Если всего этого достигать, не запретными путями, а такими путями, которые Всевышний человеку действительно предоставил, то тогда все это, конечно, можно иметь. Можно иметь и то, потому что кто тебя защитит, если не Всевышний. Так говорил царь Соломон, что если Бог не охраняет город, то напрасно бодрствует страж. Но если ты защищай, не защищай, ты ничего не сможешь защитить, если Всевышний тебя не хранит. Если как там еще сказано, если напрасно человек трудится, если дом не созидает Бог. И там дальше сказано, что напрасно вы поздно просиживаете, идите хлеб печали. А возлюбленному своему Бог дает даже когда тот спит. Даже когда тот спит. Вокруг человека, когда он строит отношения с Богом, и когда ему небезразличные божественные заповеди, то, что называют святость, те, кто понимает, что это слово определяет, то все вот эти потребности их, конечно, можно реализовать, потому что это природные потребности, каждый человек этого хочет достигать. Но с помощью Бога это сделать гораздо проще, чем человек пытается всю жизнь делать это сам. И мы проведем такую ассоциацию безнациональных принципов, что есть человек, а есть рабство. Что такое рабство? Мы дадим какое-то определение. Это давление тех процессов, в которые сам человек допустил попасть. Или ему помогло попасть туда предыдущее поколение. Вот это важный момент, запомнить. Потому что иногда люди рождаются, например, и говорят, ну я такой образ жил, меня так родители научили, меня так общество научило. Не надо далеко ходить, я вот сейчас про себя говорю. Я родился в такой поколении, в такой семье, где про Бога не говорили. Поэтому мы сами придумывали, что хорошо, что плохо. Что нам пионерская организация подсказала, что то комсомольское, что принципы. И мы в этих принципах как раз пытались, но в этих принципах не было одного. Не было ни Бога, ни Его воли, ни Его мудрости, ни вот этой святости. Ничего это нас не учили. И есть результат. Пришло время, когда лично я про себя говорю, я поднял глаза на высоту небес и говорю, Господи, что-то пусто мне. Вот просто пусто мне жить дальше. Вот все вроде что-то есть, но все какое-то пустое. Работа ни о чем, деньги ни о чем, семья ни о чем. Вот я не вижу будущего и не вижу радости от такой жизни, какую я сейчас провожу. И какой-то начался поиск. И знаете, мы видим, что у евреев в этом Египте все было точно так же. Мы видели, как семья Якова соблюдала заповеди. Ваш Господь Бог один. Они сказали, да, Отец, мы все верим в единого Бога, они занимаемся идолопоклонством. И он с легкостью отошел. Задается вопрос, как же так получилось, что начались такие времена, что они попали в рабство. И вот тут вот мы немножечко сейчас посмотрим. Наша книга начинается шмот такими словами. Вот имена, вот это слово имена, это шмот, вот это еврейское слово шмот, это имена. Вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет с Яковом. Пришли все со своим семейством. Йосиф был уже в Египте. Это этап, который был. 70 человек, они приходят в Египет, Йосиф там, их всего 70. И дальше сказано, и умер Йосиф, и его братья, и все то поколение. А сыны Израиля стали многочисленны и сильны, и наполнилась ими страна. И вот тут без комментария трудно понять, что происходит, но с комментарием нам будет это сделать гораздо проще. Что же произошло? Они жили как божьи люди, но потом умерло то поколение, на чьих плечах было учение Торы и жизнь по заповедям. И что стало потихонечку происходить? Бог их благословил, они стали сильные, они стали многочисленные. И тут что произошло, вот сказано в этих словах, и наполнилась ими страна. То есть мы же помним, да, они жили немножко обособленно, у них был свой уклад жизни, обязательно они молились, обязательно, они изучали законы обязательно, они жили по этим законам, были специальные еврейские заповеди, которые они соблюдали, которые Бог дал им. Но потихоньку, что произошло, умерли вот это вот поколение, умер Иосиф, умерли все эти братья, и наполнилась ими страна. То есть, наши мудрецы так комментируют вот это выражение, они стали пренебрегать исполнением божественных заповедей, и они стали говорить, ну давайте будем жить как все, давайте будем жить как все, посмотрите, Египет мощнейшая страна, ну красивая жизнь, есть театры, есть казино, есть публичные дома, ну все люди так живут и им нравится, ну почему мы должны вот тут молиться, вот все вот эти заповеди соблюдать, да, лишать себя такого удовольствия, давайте попробуем, попробуем жить как они. понятно, что это произошло не сразу, но постепенно, постепенно, так и сказать, и наполнилась ими страна, то есть какой-то начал процесс, когда они стали пренебрегать исполнением божественной заповеди, уже молитва не обязательно раз в неделю, а не три раза в день, урок Торы там не каждый день, а раз в месяц, и так далее, и так далее, да, ну примерно это понятно, то есть они стали потихоньку отходить от того уклада, который им отцы рассказали, показали и научили, и дальше мудрецы объясняют, и это сделало их восприимчивыми к речам, коварным речам фараона, а теперь немножко дальше, повествование пишет, что восстал новый царь, который не знал Иосифа, и тут мудрецы объясняют, и когда он восстал, вот этот новый царь, он сказал, что евреи расплодились, и размножились, их слишком много, они очень богатые, и надо что-то делать, потому что если вдруг придут враги, они могут привкнуть к врагам, и они здесь все в Египте знают, и надо их перехитрить, то есть вдруг почему-то новый царь объясняют нам наши мудрецы, ну есть два комментария по этому поводу, или это действительно новый фараон, или это тот же фараон, но почему пишут, что он новый, потому что там не совсем понятно в прямом тексте, как это имеется ввиду, но он поменял абсолютно новое отношение к еврейскому народу, потому что до этого отношения было хорошее, был праведник Яков, праведник Иосиф, который спас Египет от голода, помог всем выжить, придумал там новую экономическую систему, Иосифа в Египте очень уважали, и мудрецы объясняют, что это вообще-то не очень важно, потому что даже если новый царь, все знали про Иосифа, про Якова, про эту семью в те времена, потому что даже до сегодняшнего дня в Египте есть канал Иосифа, Юсупа, канал Иосифа, в честь него назван был канал, и его имя в Египте было очень известно, давайте перехитрим, это говорит о том, что в Египте у правительства и у всех близких чиновников почему-то изменилось отношение к самим евреям, и началось абсолютно противоположное отношение к ним, то есть смотрите, вот эта важная точка, с чего это начинается, кто виноват, потому что часто задают вопрос, ну если на тебе есть божественная защита, божественная защита, и мы видели, да, как Яков молился, пусть ангел, который хранил моего отца, моего деда, меня всю жизнь, а мы видели, хранил реально, пусть он теперь хранит вас, он передал им, благословил их, почему, куда делась этот защитный потолок небесный, и мы видели вот эту точку, и наполнилась ими страна, то есть они сами вышли из-под этой защиты, и дальше мы видим, как идет картинка, сразу меняется и отношение людей к них, и мнение, вы хотите быть как все, пожалуйста, и тут немножко вот надо поговорить о методах, такие тонкости, тоже всегда тонкости, какие-то мелочи, и каждый человек может поразмышлять над собой, а как он живет, как он сегодня живет, как он сегодня работает, на кого он сегодня работает, с какой целью он сегодня работает, мы видим, вот задача была перехитрить их, этот народ, и какие были методы, вначале сказали, что евреи, зачем вы там выделяетесь, вот эти ваши ешивы, вот эти ваши одежды, вот эти ваши обрезания, там, кашруты, ну, вот эти ваши какие-то религиозные штучки, вы уже давно тут живете в Египте, будьте как все, вы уже больше не пришельцы, будьте как все, то есть давайте будем как все, зачем вам выделяться, да, вот эта вот идея, она прогрессирует всегда и везде, вот когда человек, верующий человек, ну, у каждого по-разному это происходит, хочется, ну, не выделяться, я вот помню по себе, что в начале, когда я стал кипу носить, ну, какой-то религиозный предмет, почему, потому что у нас так по традиции приняли и носим кипу для человека, чтобы все время чувствовать на своей голове, что есть над тобой покров Божий, вот если я ее сниму, я уже могу сказать, о, я теперь как все могу делать, что хочу, никто ко мне не пристанет, я когда-то рассказывал, один раз приехали на парковку, и такой, ну, нахальный, нахальный такой парковщик, и прям, ну, он такой нахальный был, что хотелось ему вот сказать все, что я о нем думаю, или еще так вот, если, ну, ну, просто какой-то одержимый был человек, да, что удержало, удержало то, что у меня кипа на голове, вот я иногда в фуражке, вот если бы в фуражке был, я мог бы не сдержаться, но потому что была кипа на голове, я почувствовал ответственность, во-первых, за себя, во-вторых, за других евреев, ведь он же скажет, я ему там, если бы клипанул бы, или бы сказал бы как-то плохо, он бы что, сказал, вот жиды, какие все плохие, и вот это меня как-то удержало, то есть, эта кипа, она помогла мне, что она у меня была, и цицит были, и он бы так бы сказал, а я вот потом сел в машину, и думаю, сейчас если бы этого не было, то я бы ему, конечно, иначе бы, наверное, отреагировал, не хватило бы у меня выдержки вот сдержаться, да, такой на грани было фола, но я понял, вот иногда, да, надо выделяться, а им было сделано предложение, давайте не будете выделяться, давайте будете как все, и они говорят, хорошо будем как все, ну, да, это я просто про одежду, но каждый человек знает, он может это к себе применить, люди стесняются, что кому-то сказать, что они верят в Бога, тем более, не стесняются рассказать какую-то информацию из Торы, там, мудрости Вышнего, кому-то подсказать что-то, сказать, вот написано там, в святых текстах вот так, вот так, то есть, можно же влиять на других, нет, тихонечко, я тихонечко, чтобы меня никто не знал, это проблема, и с этого началось, на этом фараоны сработали, давайте будете как все, будете как все нормальные люди, следующий момент, что им предложили, это рассказывает Медраж, рассказывает, что как гражданам, им предложили особенные финансовые услуги, вам выгодно быть как все, вы будете иметь финансовые услуги, какие им предложили финансовые услуги, у вас есть золото, есть серебро, раньше в Египте это очень ценилось, вы сдаете это все в египетскую казну, а вам выделяют, как эти назывались, там, облигации, например, да, бумажные какие-то, и эти бумажные, они здесь очень ходят, они в Египте пользуются спросом, и у вас будут какие-то даже социальные плюсы в этом плане, все как бы было хорошо, но в чем здесь хитрость, хитрость, да, вы можете этим всем пользоваться, но только в Египте, если уже куда-то, то есть, это уже было маленькое начало рабства, сегодня есть много таких разных вот таких примочек, или как это назвать, на любом производстве, ты начинаешь там работать, и тебе вот пять лет выслуги, там, двадцать лет выслуги, и ты уже, ты уже рад оттуда уйти, но тебе вот эти вот привилегии, которые Филькина грамота, но они тебя держат вот именно в этом месте, потом ты ждешь пенсию, которую тебя украдут, и потом еще что-то, и есть определенные, да, те же самые принципы, они работают, когда человеку что-то обещают, и его на самом деле, его делают предметом вот в этих рамках, да, чтобы он приносил какую-то пользу, следующий момент фараон объявил о национальном долге, и он объявил, что надо срочно построить города, там, вот эти вот, рамсес и питон, и объявил о национальной стройке, и один день, который каждый гражданин Египта должен был посвятить, нам тоже в нашей стране известен в прошлом такой день, как субботник, когда все выходят, сам фараон вышел со всеми своими чиновниками, министрами, в общем, это был праздник для Египта, все египтяне, все евреи, все граждане Египта работали все вместе бесплатно, укрепляли, как говорится, обороноспособность страны, и фараон там все работал, все сфотографировались, фараон с бревном, и больше фараона никогда на этой стройке не было, но было объявлено, что работу не доделали, что надо еще доделать, и так как евреи проявили себя очень, им предложили, что давайте вот вы закончите это строительство, ну и евреи согласились, надо же помочь страна в опасности, да, и потом, когда они начали строить, им сказали, смотрите, вы так далеко ездите на работу, у вас на это уходит большое количество времени, давайте сделаем такие трудовые лагеря, сделаем здесь коттеджи, которые впоследствии оказались бараками обычными, а потом обнесем эту стройку, чтобы сюда не приходили хулиганы с забором, колючей проволокой, а потом поставим над вами надзирателей, а потом будет у вас норма, и вы будете иметь наказание за то, что эту норму вы не выполняли, с женами будете видеться по праздникам, и так далее, и так далее, и так далее, и дальше написано, что сделали жизнь их невыносимой по причине горькой работы, и там целая история, дальше сегодня мы не будем об этом говорить, если кто-то хочет, вы можете посмотреть, в прошлом году мы разбирали эту тему, просто взять прошлогоднюю главу шмот на ютуб канал шатер Авраама, есть интересный фактор, который описывают наши мудрецы, что не все евреи попали вот в это рабство, а знаете, кто не попал в это рабство, колено левия, да, левиты не попали в это рабство, почему, потому что они не пошли на эту работу, знаете, почему, у них в это время были уроки Торы, и они занимались Торой, когда фараон, ну, или кто там его приспешники, пришли разобраться, почему вы не вышли, они говорят, у нас есть дело поважнее, мы верим во Всевышнего, мы изучаем его законы, это самое важное для нас дело, и тогда, что они сказали, ну, что с этими убогими делать, да, они на работу непригодные, пусть вот сидят, свою Тору учат, никому не мешают, и так колено левия в рабство не попало, они изучали Тору, они сохранили Тору, они сохранили эти знания, поэтому все это было благодаря им сохранено. Следующий момент, как всегда же начинает отягощаться, да, пришли астрологи, пришли жрецы египетские, и они сказали предсказание, что они видели звезду, которая там на небе образовалась, и так они истолковали фараону эту звезду, что родится мальчик у евреев, который разрушит Египет и уведет евреев из Египта. И тогда фараон, естественно, перепугался. И тогда какой он издает приказ? Он издает приказ, что всех рожденных еврейских детей умерщвлять. Он вызвал там тех акушерок, которые заведовали приемом родов, чтобы они умерщвляли мальчиков, потом приказал их кидать в реку, и был создан такой реальный приказ, что если родится сын, умертвите его, потом сказано было в реку бросайте, а если дочь родится, то пусть живет. И мудрецы объясняют, это пусть живет, о чем говорит, вживляйте ее в Египет. То есть мальчиков надо было кинуть в реку, а девочек надо было собрать и сдать в эти приютные, ну дома приюта в Египте, или их брали в приемные семьи, но задача была, чтобы они выросли полностью египтянками, вышли замуж за египтян, родили египтян, и полностью вели египетский образ жизни. То есть идея заключала в чем, чтобы в следующем поколении с евреями было покончено, с их неверой было покончено, и чтобы все люди стали египтянами. Да, эта идея не новая, это пытались сделать во многих поколениях, это пытались сделать греки, откуда у нас есть праздник Ханука, так же, это пытались сделать многие, но как-то вот это не произошло. И причем это же было по причине чего, что этот народ верит во Всевышнего. Вот против чего все эти люди не противостояли. И тут тоже есть интересный комментарий, вот мы сейчас должны извлечь от этого очень интересную пользу. Сказано было так, что такое в Нил бросайте. Мы знаем, что Нил это было особенное египетское богатство. Почему даже когда сказали, что будут голодные годы, фараон не мог даже в страшном сне такое представить. Почему? Потому что Нил никогда не зависел от дождей. На востоке многие страны зависят от дождей. Нет дождя все. Но Нил никогда не зависел от дождей. Египет. Почему? Потому что у них был Нил. Нил была река очень илистая. Они сделали водоканалы, трубопровод провели. И они вот эту воду вместе с илом выводили на свои поля. И у них были хорошие урожаи. Потому что мало того, что вода, но еще и удобрения. И поэтому Нил для них был просто идолом. Реально вместо Бога у них была их финансовая система. И поэтому наши мудрецы объясняют, что есть прямой смысл, а есть скрытый смысл. Какая была затея фараона. Он говорит, бросайте этих детей младенцев, этих девочек, этих мальчиков. В чем заключается идея? В пучину нашего мировоззрения. Их надо будет воспитать в египетском духе. В том, чему поклоняется страна. В том, чему поклоняется страна. И, конечно же, они ссылались на то, что они желают благополучия этим будущим детям. Что они не будут расти в каком-то непонятном вчерашнем дне религиозном. они будут достойные жители пользоваться всеми финансовыми, как говорится, благами. Сегодня есть похожая идея. Знаете, как часто родители говорят, что у меня есть ребенок, надо его научить быть программистом. Сегодня это модная работа, зарабатывают деньги. Сегодня программисты зарабатывают. Вчера другие зарабатывали. Сегодня зарабатывают программисты. Надо, чтобы мой был программистом. Так же? Вот есть модная тема биткоины разные. Надо, чтобы мой изучил эту тему. Чтобы вот этот ил надо достать. Национальная вот эта идея. Вот это важно. А верить в Бога, молиться, научиться, понимать смыслы Торы, семью создать на этих пределах. Это не очень важно. Важно вот это того. Вот это вот есть идея. И к чему она привела? Горько сделали жизнь их тяжким трудом. И Рэбе дает такой комментарий. Что такое вот этот тяжкий труд? Что мы знаем, есть такая идея мера за меру. Что этот тяжкий труд пришел на смену за отказ от настоящего тяжкого труда. И что Рэбе называет настоящий тяжкий труд? Он говорит это воспитание детей. Наш настоящий труд это воспитать своих детей в правильных ценностях, чтобы они были божьими детьми. Потому что мы видим какая проблема, что когда одно поколение, которое верило во Всевышнего закончилось, следующее поколение верило уже в биткоины и в программирование и во все остальные хорошие вещи, в хореографию, в олимпиаду, в спорт, во все хорошее. Но только самое главное перешло на второй план. И поэтому результат не заставил за собой как говорится быть. И объясняет так, что вот это выражение наполнилось ими страна, что причина не стали пренебрегать исполнением божьих заповедей, какой показал им Яков пример передачи веры своим детям, чтобы дети выросли во-первых верующими. Первое, что он спросил у них, слушай Израиль, Господь Бог ваш, Господь один, а потом стал им давать благословение, ты будешь хорошим бизнесменом, ты будешь хорошим воином, ты будешь хорошим там учителем и так далее, и так далее. Помните, как было благословение? Но главное, оно должно было всегда оставаться главное. И поэтому мы выносим отсюда урок. Так же самое, вот я сейчас вспомню, помните, когда два с половиной колена остались за Иорданом в будущем к Маше, они пришли и говорят, давай, Маше, мы останемся здесь и построим здесь загон для скота, то есть бизнес, и потом школы для детей. А Маше когда узнал, что они тоже пойдут с ними воевать, и говорит, да, только вначале построите города для детей, школы для детей, обеспечивши детям достойное воспитание, как верующих людей, а потом занимайтесь бизнесом, да, никогда не путайте приоритеты, но это важный момент. Вот, и поэтому мы отсюда выносим урок, что почему это тяжкий труд, что надо осознать важность воспитания ребенка, как верующего человека, не просто, как какая-то специальность. Сегодня это очень редко бывает, редко бывает, но надо это, чтобы люди это осознали, чтобы они могли это все внедрить. Вот, и для этого почему говорится, что это тяжкий труд, потому что на это надо тратить и время, и средства, потому что смотрите, чтобы ребенок ходил на программирование, на спорт, люди готовы платить деньги, люди готовы тратить на это время, а вот чтобы ребенок был верующим человеком, на это тоже надо тратить время, причем надо тратить время, это систематически, каждый день, каждый день, например, надо, ну, вместе помолиться с ребенком, допустим, если он еще маленький, надо привить ему молитву к Богу, вместе с ним помолиться утром с ним, когда он проснулся, помолиться вечером перед сном, когда он ложится спать, так же, ну, надо приучать его к каким-то Божьим заповедям, ну, например, к заповедям дздака, ну, это вот как рекомендация, допустим, да, вот есть коробочка дздаки, и когда ты берешь ребенка, давай вместе с тобой пойдем, положим денежку в коробочке дздаки, во-первых, ты можешь дать ему, чтобы он сам кинул, а во-вторых, объяснить ему, зачем это надо, что есть люди нуждающиеся, хорошо помогать нуждающимся, эти денежки пойдут на нужды других людей, а мы с тобой в этом будем участвовать, потому что Всевышний хочет так, я вам рассказываю, как я, например, рассказываю своему сыну, я рассказывал так всем своим детям, вот, кому уже 20 лет, а ему сейчас 6,5, вот ему я сейчас так рассказываю, но каждый день я что-то с ним, перед сном мы помолимся, я возьму телим, помолюсь, ему объясню, там, один псалом, много не надо, но надо систематически, постоянно, чтобы ребенок в этот рост, чтобы он понимал, что есть Бог и Бог самый главный, и если ты ему это вложишь, ты будешь избавлен от многих-многих тяжких трудов последствий, потому что вот тут они как раз поменяли один тяжкий труд на другой тяжкий труд, и потом, когда родители говорят, знаете, я ж тебе всю жизнь, я ж работала, чтобы ты стал программистом, ну, стал он программистом, только стал наглым программистом, безбожником, эгоистичным программистом, стал, вот, на что тратили, да, что поощряли, то, то и получили, то чего теперь, понимаете, поэтому надо предвидеть, Тора нам дана для того, чтобы предвидеть, ну, это, это кому еще сегодня это актуально, у кого есть еще маленькие дети, и можно просто сейчас все перестроить, вот, как когда-то мы с женой, например, сделали, нам эти знания очень вовремя попались, кому-то можно к внукам это применить, к друзьям применить, эта информация, она очень важна, главное, когда ты понимаешь, как это делается, вот, и Рэбе объясняет, что именно вот этот тяжкий труд, тяжкий труд, он избавляет тебя, когда ты выполняешь заповеди, а самая большая заповедь, плодись, размножайся, потому, что какие круги останутся после тебя в этом мироздании, если ты хочешь сделать этот мир лучше, так, как говорят наши мудрецы, всегда надо помнить, не ты начал эту работу, не тебе ее заканчивать, но ее продолжат твои дети, ее продолжат твои внуки, то ты, да, ты выполнил свое, то, для чего ты пришел, ты сделал свою работу, и поэтому Всевышний избавит тебя от другого тяжкого труда, от вот того, когда ты мучаешься, зарабатывая деньги, вот то проклятие, которое пришло в Эдемском саду, да, что будешь в поте и в проклятии зарабатывать себе на кусок хлеба, на нелюбимой работе, с неприятными людьми, делать вещи, которые тебе не нравятся, вот это все было египетское рабство, и потом, что написано, что евреи взмолились от этого, и Всевышний услышал их вопль, и послал к ним освободителя, Хочу рассказать вам одну майсу, потому что часто люди как говорят, ну а что ж теперь делать, вот я же раньше не знал, да, и как бы, ну я родился в таком поколении, где так жили мои родители, так жила страна, на самом деле действительно так и есть, но что всегда надо помнить, вот есть интересная майса, такая она мне попалась, на этом, как раз вот я на этой неделе читал, я хочу с вами поделиться ей, жил один еврей, такой из небогатой семьи, вот, и чем он занимался, что он, как это сегодня называется, мелкой роздребной торговлей, такой, да, он скупал товары общего потребления, и ходил по деревням, по районам, продавал это все, вот, и дело было, там в российской, где-то губернии, там в районе Вологды, ну так описывают эти повествования, которые я читал, вот, и однажды он набрал много товара, и нашел какой-то интересный там райончик за Вологдой, вот, и у него все быстро раскупали, в общем, его коробочка с товаром быстро превратилась в набитый кошелек, да, коробка, товар, набитый кошелек, и он практически уже все продал, и немножко у него осталось, и он думает, пойду туда в глубинку, чтобы разведать там места, ну, на будущее, хороший маршрут такой, думает, буду закупать, и тут продавать, но надо посмотреть, что там подальше, ну, и автор так пишет, что внутренний голос говорил ему, что не иди, возвращайся, но он пренебрег этим внутренним голосом, и пошел туда дальше, а он религиозный человек был, все религиозные атрибуты у него были, там, кипа, борода, цицит, ну, сразу видно было, что это человек еврейской национальности, вот, и он пошел дальше, дальше, и как-то он там сошел с дороги, думая, тут ему подсказали жители, куда идти, но он как-то не на тот путь стал, и он почувствовал, что земля под ногами уходит, какие-то топи, вот, а он вырос как раз в тех местах, где тоже были топи, болоты, он очень хорошо знал, как на болоте надо ходить, но это болото были чуть-чуть другого характера, и вот эта его самоуверенность, она подвела, и он почувствовал, как ноги проваливаются, и этот короб застрял, вообще в болоте, он еле-еле вылез из этого короба, короб этот утонул, вот, и он сам стал тонуть, у него в руках была палка, на которой он землю ощупывал, и он вот так положил эту палку, вцепился за палку, и в общем, все, состояние неважное, как вы думаете, что он начал делать? Молиться, совершенно верно, в таком положении, больше делать, конечно, нечего, вот как евреи в рабстве, что они стали делать? Молиться, и причем не просто молиться, а написано, что Всевышний услышал вопль, молиться еще, когда просто молиться, это хорошо, а вопль, это когда уже все, так лучше до этого не доводить, вот, но тут такая интересная история, в общем, он лежит, уже вспомнил все молитвы, уже попрощался с жизнью, сказал, шма Исраэль, вот, и вдруг слышит, ну, кто-то кричит, эй, ты что орешь, ты что разлегся, он ушам не поверил, когда смотрит, крупный дядька какой-то, мужик рядом с ним, хватает его, помог ему вылезти, ну, они разговаривались, тот познакомился, он говорит, Григорий меня зовут, ну, все имена вымышлены, Григорий меня зовут, говорит, как ты тут оказался, в общем, он ему все рассказал, он говорит, ну, смотри, ты забрел в такие места, где вообще никто не ходит, здесь один только я хожу, здесь мой отец ходил, здесь мой дед ходил, здесь вообще другие люди не ходят, я оказался здесь, ну, для тебя по чистой случайности, что вот ты вот именно сейчас оказался, говорит, ну, ладно, и они поползли, в общем, поползли, еле-еле по этим кочкам, этот ему как мог показать, а этот же там уже давно ползает, Григорий, и они чуть ли не на четвереньках, и он ему рассказывает, здесь, в середине болот, есть поселение, про которое никто не знает, это староверы, которые здесь образовались, еще там 200 лет назад, при Петре Первом, они сюда убежали, сюда никто к ним пройти не может, и они там обосновали лагерь, и у них там райская жизнь, они там живут, там у них свои колхозики, совхозики, там, ну, все, что надо, сами все изготовляют, сами разводят животных, там, одежду делают, в общем, все, что надо, у них там есть, а все, чего им немножко не хватает, я им все время приношу, а до этого приносил мой отец, а до этого приносил мой дед, короче, я у них такой вот проводник с большой землей, уходить оттуда они не хотят, у них там своя вера, как говорится, они все верят во Всевышнего, и говорит, мы сейчас поползем туда, говорит, и они оттуда никогда никто не выходят, им там нравится, и говорит, они, кстати, очень любят евреев, потому что они считают, что евреи народ Божий, вот, и поэтому все у тебя будет хорошо, они тебя не тронут, ну, короче, они пришли туда, там действительно селение, все нормально живут, приходит этот руководитель этой общины, как их называют, да, ну, увидел этого еврея, его поселили в дом, там, к одному мужчине, его, назовем его Боря, Боря его звали, вот, и Боря его начал кормить, там, что-то, а он же, у него же кашрут, он мясо не ест, это не ест, но то, что разрешено было по кашруту, он кушал, то, что не разрешено, от этого он деликатно отказывался, каждый день он молился, по несколько раз в день, в общем, соблюдал все заповеди, этот Боря же за ним наблюдал, ну, и потом приходят, он там пожил у них недельку, приходит этот руководитель ихней общины, приводит ему дочку свою, младшую, говорит, вот у меня дочка на выданье, зачем тебе куда-то идти, посмотри, у нас тут рай на земле, давай выйдешь за эту дочку, ну, женишься на ней, будешь тут с нами жить, он говорит, а не, я не могу, у меня же там жена и двое детей, а этот, он говорит, смотри, ты примешь нашу веру, а значит, будешь чист, как чистый лист, и уже те тебе будут не семья, а тут у тебя будет новая семья и новая жизнь, такое предложение делает, ну, на что, конечно, еврей же отказался, вот, и вот это, ну, рассказывает нам история, вот это вот, эти дни, он не знает, что делать, усиленно молится Богу, и когда подходит к нему этот Боря, и говорит ему, начинает с ним разговаривать, и начинает на Идыше разговаривать, и этот еврей перепугался, говорит, откуда ты знаешь Идыш, он говорит, а так и так, я сам еврей, начал ему рассказывать свою историю, когда-то царская армия, меня забрали в кантонисты, тогда забирали еврейских детей, на 20 лет, 5 лет в армию ходовали, тот же самый Египет, чтобы они забыли свою веру, забыли все в царскую армию, и полностью под штык, вот, и он говорит, я убежал, я не захотел, и я попал в эти топи, они меня спасли, и я вот здесь уже живу много лет, и я принял их веру, но у меня все время внутри, ну, я понимаю, что Бог один, я знал когда-то в детстве еще наши заповеди, законы, я, обрезание мне сделали на восьмой день, но здесь я не могу жить такой жизнью, но когда ты появился, говорит, внутри меня что-то пробудилось, внутри что-то разгорелось, я за тобой долго наблюдал, как ты вообще ни с чем не соглашался, как ты ешь кошерное, и как ты не ешь запрещенное, как ты усиленно молишься три раза в день, как ты вообще не отступаешь от своей веры, вот, в таких условиях, в которые ты попал, как ты не согласился тут остаться, говорит, у меня что-то внутри, так ты расшевелил во мне, говорит, смотри, они тебя не тронут, говорит, если ты дашь клятву, им никому про это место не рассказывать, все, и ты не захочешь, они тебя отпустят, потому что здесь все люди мирные, но у меня тебе есть просьба, ты когда придешь на большую землю туда, приди к какому-то рэбе, и помолитесь вместе за меня, за мою душу, за мое благополучие, ну, потому что мне надо, чтобы там с моего народа, тоже помолились за меня, так же само, вот, ну, хорошо, это так и сделал, этот хайм, он дал клятву, его отпустили, он ушел, и он, когда уходил, он спросил, а как твое еврейское имя, он говорит, мое имя было Берл, а маму звали Белла, вот, ну, и он приходит, когда уже на большую землю, ушел, приходит к рэбе своему, рассказывает эту всю историю, и говорит, рэбе, давайте за него помолимся, рэбе говорит, а как его имя еврейское, он говорит, елки-палки, я забыл, я забыл, рэбе говорит, ну как, надо знать имя, за кого молиться, чтобы там, на небесах, как говорится, решили его вопрос, когда рэбе берет, открывает книгу шмот, которую мы с вами учим, и начинает читать главу, вот эту, вот имена сыновей Израиля, да, и начинает он изучать, и потом он говорит, говорит, его имя Берл, тот говорит, точно вспомнил имя Берл, он дальше начинает читать, говорит, а имя мамы Белла, он говорит, точно имя мамы Белла, говорит, рэбе, откуда вы узнали, и шо рэбе ему говорит, говорит, вот имена сыновей Израиля, и все имена евреев, за все времена, они вот тут вот записаны, но надо только буквы уметь правильно составить, да, а в Торе часто записано, что найди о себе место в Торе, да, о чем это говорится, если взять это, мы сейчас разделим эту идею, сугубо еврейский народ, и вечный завет, который Бог заключил с Израилем, и там было сказано, вот вы все стоите сегодня, как один передо мной, и тех, кого нет с вами сегодня, и дальше сказано, что если вы будете забраны на край небес, я и оттуда вас заберу, и верну вас на то место, которое я предопределил для вас, да, потому что за две тысячи лет, евреи были раскиданы по всему лицу земли, но сегодня мы видим, как-то вдруг, кто-то где-то пришел в какое-то болото, и человек услышал Тору, и в его душе, он может и нет, разум может и не очень сразу, но душа его, она что-то начинает схватывать, что-то начинает понимать, и что-то начинает разгораться, а теперь смотрите, другой момент, но это же сказано про еврейский народ, а если мы переместимся в главу Нох, там, где было спасение человечества, и там перечислены поименно вообще все люди, потому что было там 70 человек, и перечислены по именам все сыновья, это о чем говорится, что в сердце каждого человека есть вот эта божественная искра, с которой душа пришла сюда, в это тело, просто что получается, мы сейчас можем понять урок, вот когда Ханука, о чем говорят ханукальные свечи, помните идея, да, что евреи отвоевали храм, храм это прообраз своего тела, и где-то в подвальчике они нашли один сосудик, масло с печатью первосвященника, то есть что говорится, где-то в подвальчике, человек уже давно забыл свою веру, давно забыл все, живет как попало, да, в египетском вот этом всем понимании жизни, но где-то внутри кто-то когда-то приходит, и срывает вот этот вот сосудик, вот этот вот печать первосвященника, да, и вот это масло начинает разгораться, и человека появляется возможность распаливать, 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 и поэтому Ханука, одна свеча, вторая свеча, третья свеча, и человек начинает изучать Тору, начинает молиться Богу, да, и он выходит из этого рабского знания, и это относится не только к еврейскому народу, эта идея, она относится абсолютно к каждому человеку, другое дело, как уже человек на это сам отреагирует, да, мы видим, что вот этот Берл, он пошел за вот этим голосом, он попросил, чтобы за него помолилась, и наверняка концовка там была, как говорится, happy end, вот, и это вот такой вот важный момент, важный момент, что мы видим, что Всевышний всегда вот предоставляет случай, всегда предоставляет человеку случай, в какой бы он не попал трудной ситуации, как бы его не научило общество, случай всегда предоставляется, и мы видим само так же евреям, когда они возопили, и сказано, что Всевышний услышал этот вопль, и что он взял, он посылает к ним человека, кого? Маше, который выводит их вначале из рабства, а потом получают они Тору, и что? Они начинают эту Тору изучать, и начинают двигаться вместе с этой Торой, с этими заповедями, в сторону своей земли, которую Всевышний им хотел, ну, подарить, то, что он в конечном итоге и сделал. И вот интересный момент, я на этом, наверное, закончу, то, что сказано про Маше. Вот посмотрите на Маше, он же сам прошел точно такую же судьбу. Он родился в еврейском народе, как раз во время того указа, когда сказали, мальчиков в Нил кидайте, его кинули в Нил, в эту египетскую стихию, его спасла жена, дочка фараона, точнее, спасла, и он рос в этой египетской системе. Потом он оттуда убежал, он вспомнил вот это вот все божественное, ему пришлось оттуда убежать, пройти какие-то трудности. А потом он вернулся в Египет, чтобы спасти свой народ. И вот мудрецы показывают тут интересный момент. Есть Медраж, который говорит, ну, образно говоря, почему Бог именно Маше выбрал, вот что ему понравилось именно в Маше. Понятно, что он был предопределен от начала, но вот в этом самом моменте, да, сказано, что Маше имя, что оно обозначает? Вытащенный из вод Нила. То есть тот, которому удалось вырваться из этих вот египетских теснин. И что он сделал? Он бы мог остаться жить, как по-хорошему, он женился там уже на дочке Итро, и как бы растить своих детей, свою семью, и все. Но нет же, он пас овец, и он пошел за одной овцой. И потом, когда Всевышний обратился к нему и сказал, иди выведи мой народ, и там есть интересный момент, что он услышал такие слова, когда Маше нашел эту одну овцу, она убежала. Он ее нашел, взял на руки, и что он ей сказал? Ты убежала, потому что не было воды. И вот это вот, мудрецы объясняют, вот это вот понимание, такое отношение к овце, Всевышний увидел, что этот человек достойный стать освободителем народа. Потому что обычно овцы, они тупые, упрямые, потерянные, как говорят, потерявшаяся овца. Почему? Потому что она бунтует против стада, бунтует против пастуха, и она убегает. И он бы мог ее найти, сказать, ух ты, негодяйка, ты виновата сюда. Но он сказал, ух ты, бедненькая, ты убежала, потому что не было воды. Потому что он ее оправдал. И Всевышний понимает, что вот такой человек, который может понимать проблемы других людей, не видеть в них плохое, а наоборот, видеть в них хорошее, видеть в них то, что им недоставало. И такой человек может принести божественное откровение и стать освободителем другого человека. И мы здесь можем увидеть концепцию для любой души, как пример. Потому что если человек, например, спасся, если у него в жизни что-то поправилось и что-то улучшилось. Так не останавливайся на этом. Возьми, увидь других людей вокруг себя. И помоги кому-то другому. Приди в жизнь другого человека. Посмотри на его вещи, которые там не соответствуют божественному замыслу. И потихонечку помоги ему вернуться в божественное предназначение. Все. На этом первый урок наш окончен. Будьте здоровы. Перерыв.